Здарова, ребят! Сегодня вас приветствуют мои руки, потому что это будет такой лайтовый выпуск. Ко мне приехали новые наборчики из LEGO Dimensions, и по ним, как обычно, особенно рассказывать-то и нечего. Это больше выпуск для тех, кто хочет посмотреть всё вот это добро поближе. Давайте начнём! Первым будет фанпэк по охотникам за привидениями с зефирным человечком. Распаковывать эти коробочки тоже особенно не вижу смысла на камеру, там внутри у всех одной и той же детальки и маленькая инструкция. Так что я уже всё собрал. И если большой набор со штабом охотников мне не хотелось покупать, то фигурки из Dimensions — это другое дело. Особенно хотелось лизуна, но заодно я взял и зефирного человечка. Он здесь, конечно же, маленький, не огромный, как в фильме. Подставка у него с логотипом охотников за привидениями. Очень простая белая фигурка. На теле напечатан только галстук, а голова представляет собой вот такую единую деталь вместе с вот этим элементом одежды. Всё очень просто. Эта собачка называется Terror Dog. Я, если честно, никогда не задумывался, как они в фильме именуются. Но теперь я это знаю. Всякие сборки, ну, помимо фигурок в Lego Dimensions, обычно не представляют из себя ничего такого суперфееричного. Очень мало деталей. Но бывают довольно неплохие модели. Это, в принципе, одна из них. Довольно-таки клёвый. Как и всё, кроме мини-фигурок в серии Lego Dimensions, пересобирается он в ещё две модели. Это Terror Dog Уничтожитель Destroyer и Sowing Terror Dog. В общем, парящая, террористическая собака. Я не знаю, как это переводить на русский. Следующим тоже будет фанпэк. Как раз-таки с Лизуном. Давайте на него и посмотрим для начала. Лизун, по сути, это одна единственная деталька. То есть мини-фигурка не сборная. Он прозрачного зелёного цвета. Различные бугры со всех сторон. Очень интересной формы деталь. Руки такие тоненькие, прикольные. Он стоит на прозрачном постаменте, как будто бы в воздухе висит. Снизу у него вот такое. Если вам было интересно, он, кстати, пустой внизу совершенно. Это забавно. В руках почему-то сосиска. Подставка тоже с логотипом охотников. Слайм-шутер. Если вы не знали, в игре Lego Dimensions все вот эти дополнительные собирающиеся модельки — это что-то вроде транспорта. Иногда они стреляют, выполняют какую-то функцию, но на них всегда можно перемещаться. Здесь бочка, серые и зелёные детали, одна жёлтенькая. И ничего, опять же, особенного. В общем, если покупать наборы Lego Dimensions не для игры, а для коллекционирования, выходит довольно накладно, потому что фигурки-то клёвые, а вот эти вот штуки довольно-таки бесполезны. Этот слайм-шутер может пересобираться в слайм-эксплоудер, взрыватель жижи, слизи и слайм-стример. Тут фонтан из слизи. Сложно представить, зачем это нужно в игре. Но когда-нибудь мы это узнаем. В Adventure Time наборчики побольше. Я вообще очень рад, что появились эти наборы в Dimensions, потому что то, что представили в Lego Ideas, мне совершенно не нравится. И об этом мы ещё сегодня немножечко поговорим. Ну, опять же, ради Фина всё это дело покупалось. Ну, такое нельзя пропустить. Я очень люблю Adventure Time, хоть и не досмотрел до последних серий. И обязательно восполню этот пробел. И ради вот этого парня и брался этот набор. Я уже показывал его на лайв-канале, кто смотрел, тот молодец. Но там я забыл надеть мой рюкзак и меч мне лень было доставать. Ну, в общем, я в порыве распаковки взял и собрал Фина парнишку. Он крутой. Он крутой и его второе выражение лица тоже смешное. Прям классное. И первое. Первое вообще огонь. Это максимально тупое выражение лица в Lego, которое я когда-либо видел просто. В остальном набор тоже расстраивает. Jake Mobile. Ну, где задние колёса? Почему их нет? Что это такое? Эта штука даже ездить не может по столу. Прям очень странная штука и ничего в ней нет интересного, кроме вот этой детальки с принтом лица Джейка. Вот эта деталь позволит настоящим увлекающимся билдерам построить клёвые Джейк-штуки. Но вот этот Джейк-мобиль, ну, прям так себе. Древний боевой слон, это вообще непонятно что. Ну, это смешно, это прикольно, да. Но это симметричное нечто, собранное из всякой ерунды, вроде вот белых ласт. И оно висит в воздухе аж на двух вот таких детальках. Обычно они по одной кладут, но он слишком высокий, поэтому пришлось две. Ну, ну, какое-то тоже такое. Слона можно пересобрать в космического кальмара. Это забавно. И в психоподводную лодку, господи, ладно. Джейк-мобиль пересобирается в чувака-улитку Джейка. Улитка чувака. В общем, не знаю. И тоже получается так себе. Вот видите, здесь у него детали угловатые, а в игре у него будут круглые глаза. Могли бы их тоже в комплект как бы положить, было бы прикольно. И третья модель это Ховер Джейк. Ховер Джейк. Ну, это что-то вроде катера на воздушной подушке, я не знаю. Но он тут по воде плывет. В целом, этот левел пэк еще ценный тем, что он не просто добавляет в игру этих персонажей, но еще и целый уровень, посвященный Adventure Time. А вот удержаться от такого, чтобы не посмотреть это, я уже не могу. Мы вернемся, значит, скоро к игре на стримах. И последний набор это Team Pack. Тоже кучка классных персонажей. Лучшая фигурка в LEGO Adventure Time, помимо Финна, это принцесса Пупырка. Но она просто, просто шикарна. Это здорово, отлично, что она появилась. Вроде бы не один из главных персонажей, но именно ее выбрали. Даже не принцессу Бульгум, а именно принцессу Пупырку. Она крутая. Смотрите, тоже какая-то пустая внутри. Очень похоже на лизуна чем-то. Такая вот отдельная фигурка с принтом спереди. Да и все. В руках у нее мобильный телефон. Кстати, звездочку мне здесь плохо пропечатали, я расстроился. На коробке она нормально пропечатана, а у меня не очень. Это тачка принцессы. Ну, прикольная девчачья штука. Здесь есть звездочка из наборов по типу Friends. Обычно там такие бывают. Здесь есть клевые колеса для поезда. Можно их снять и сделать какой-нибудь такой смешной поезд. И было бы все здорово. Но они забыли про игровой элемент. Помимо видеоигры, ну, надо же сделать так, чтобы Пупырка могла сесть в тачку. Но из-за своей формы она не влезает. То есть обычная фигурка сюда может поместиться, а Пупырка нет. И это вот прям очень тупо. И учитывая, что фигурка классная, надо было тачку сделать, но немножечко другой, чтобы ничего не мешало сюда посадить фигурку. Странно. К Джейку на самом деле одна придирка. Но эта придирка просто, ну, колоссальная. Надо было делать такую же фигурку, как было с Пупыркой, как было с Лизуном. Потому что вспомните Джейка из мультика, когда он не трансформируется. В его обычной форме он гораздо более крутой, чем это. Это обычная мини-фигурка с принтом спереди и сзади, с короткими ногами. И просто к ней добавили вот такую голову. Ну блин, я не хотел бы видеть такого Джейка в Лего, но теперь уже это не исправить. У него в руках фонарь почему-то. А под ногами подставка, раскрашенная в картинке, которая, наверное, имитирует пол дома у Фина и Джейка. Тут еще аркадный контроллер валяется. Ну и Бима. Это тоже вот, на мой взгляд, прям катастрофа. Вот прям, вот худшее из того, что я сегодня видел. Подставка отвратительная просто. Ноги у него отвратительные, руки ужасные. Это синие, такие темно-синие сосиски. Кстати, их зачем-то специально выпустили для этого набора. Точно так же, как и колеса для поезда голубого цвета. Я не знаю, разве это того стоило. И, по сути, ну это ужасная штука. Лучше бы он тоже был фигуркой. Ну понятно, что по правилам Лего Дайменшенс в Тимпэке может быть только две фигурки. А это уже должна быть сборная модель. Естественно, он пересобирается еще в две разные штуки. Мне кажется, это вот, ну очень... Ну вот, расстроил меня Бима, короче. Пересобирается Бима в Догмо и в Снейкмо. В общем, молнии из глаз. Вот такое. А Лампикар, машина Принцесс Пупырки, пересобирается в Лампе Грузовик. И в Лампе Лэнд Уэйл. Это земляной пупырчатый кит. Наверное, как-то так. И да, это на сегодня все. Выпуск получился совсем небольшой. Не вижу смысла его затягивать. Но зато теперь у меня появился смысл снова запустить игру LEGO Dimensions. Потому что, как минимум, уровень из Adventure Time я хочу посмотреть. Да и там, наверное, уже много всего нового появилось. Может быть, да пройду и сюжетку. Так что, если что, заглядывайте на стримы. В целом, я довольно-таки удивлен, что линейка LEGO Dimensions разрослась до таких огромных размеров. Столько всего появилось. И собирать всю линейку вообще смысла нет. Но это слишком дорого получится, учитывая, что игра к нам-то так и не доехала. И уже и не доедет. Я, как минимум, хочу еще Соника и хочу Марселин из Adventure Time. Может быть, еще по фильмам какие-нибудь наборы прикуплю. А на этом все. Мне больше сказать нечего. Так что, всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.